Рабочий день специалиста по социальной работе Марии Запорожан начинается с 8 утра. Мария и ее коллеги помогают одиноким людям старше 70 лет. Сегодня в Тараклийском районе их услугами пользуются 325 человек. Каждый социальный работник ухаживает за 10-12 пенсионерами. Многие старики, оставшиеся без поддержки, у кого дети находятся за пределами города, обретают помощника в лице социального работника. Из них социальные работники вставляют график на месяц, график посещения одиноких своих. И вот они согласно той графике посещают. У них выходит в день по 4-5 человек посещения. В день они уделяют по 2 часа одному человеку. Полтора-два часа. У нас есть супружеские пары и есть только просто одинокие. Одинокие супружеские, просто одинокие. На своих участках все социальные работники почти в настоящее время обслуживают сверх нормы. Согласовав график посещений, социальный работник отправляется к своим подопечным. По дороге к ждущему ее пенсионеру Мария заходит в аптеку либо в магазин, ведь ее ждут с покупками. В этот день у себя дома ее встречает Елена Доня. Женщина не может самостоятельно справиться со всей работой по дому. Социальный работник буквально с порога приступает к своим обязанностям. А уже после можно передохнуть и чайку попить. Елена Демиана я посещаю два раза в неделю. Когда я прихожу, она, допустим, воды надо принести с бассейна. Или два раза в месяц мы делаем ей уборку. Мы себе записываем, сколько она нам дала деньги, что мы купили ей. Все, все сдачи, все мы приносим им. Ведем строго этот учет. Потом уплачиваем услуги, когда они нам за телефонные, за свет, за газ. Все услуги мы тоже им оплачиваем, лекарства покупаем. В 17 лет Елена Демьяновна живет одна. Социальный работник стал ей настоящим другом. Для нее Мария Линична, просто Маша, от которой нет секретов, с которой можно поделиться сокровенным. И помогает во всем. И очень благодарна, что она так душевно ко мне относится. И лечит порой меня словом. Беседуем. И все такое. Помогает не только убрать в комнатах, во дворе иной раз. И виноградник, когда убираю, она помогает. Ну, во всем. Я очень благодарна. Потому что слово иной раз больше даже лечит, чем лекарство. Долго задерживаться у одного подопечного нельзя. Ведь за целый день предстоит уделить внимание еще как минимум трем одиноким старикам. А в этом доме будут ждать следующей встречи.